Огромный привет ТОС, на связи Вадим Оз. Короче, я тебе расскажу, что же у нас с тобой секретного в этом кокосовом рюкзаке. На самом деле, он не то чтобы даже секретный, он кое-что имеет то, что не описано нигде. Поэтому ставь лайк и приятного просмотра. Поехали! Значит, вот этот рюкзак кокосовый, да? В нём есть кое-какой нюанс. Это в том, что, как ты видишь, он у нас как мигалка, переходит справа налево, слева направо и справа налево. Так вот, зачем же это происходит? Для того, чтобы понимать, на какой пыльце ты сейчас фармишь. То есть, самый идеал, что получается с этим рюкзаком, это вот это поле. Выходит, это так из наших расследований выяснилось. Почему? Да всё просто, дружище. Потому что, если так смотреть, то вот этот вот кокосовый рюкзак неспроста так мигает. Я проверял на красном поле без бустого. Просто вот так вот пришёл пофармить. И проверял на синим. На синим, понятное дело, лучше. Но, если мы заходим на красно-синее поле, мы видим что-то интересное в настройках. Итак, можно наблюдать биобилити рейд 126. Это вообще жесть, когда максималка 200, да? Но это не важно. Важно посмотреть на нашу красную пыльцу и на нашу синюю пыльцу. Как ты видишь, тут целых 4222% на синюю. И всего лишь каких-то 600 на красно. Но, дело даже не в этом. Дело в том, что фарм при этом идёт не фиговый. Или фиговый. Это уже решать тебе. Мы можем это сделать буквально два клика, но вот рюкзак у него уже забился. Не знаю, почему так быстро. Так вот. Обычно у него он так быстро не забивается, даже на синих. А это у нас поле всё-таки с рюкзаком 1,8 млрд. Так что я тебе хотел сказать. Что какого-то фига поле Мутант или Маунтин Топ обладает интересными свойствами. И, видимо, теория про рюкзак. То, что он красно-синий и чуть-чуть белого обводкой. И, наверное, поэтому неспроста у него мигалков как бы вот встроенная. Так, что я тебе ещё могу рассказать про этот рюкзак. Да или что, что эти три дырки раньше использовались для боулинга. Ведь настоящий кокос закупорен. Поэтому этот кокос раньше был для боулинга. Так что пиши комментарий, ставь лайк, как тебе история. Думаю, понравилось. Откуда у меня уже 31 тысяча снежинок? Вечно вопрос, который всем интересен, даже мне теперь. Я сам не знаю, откуда. Ну ладно. Вопрос уже другой. Приколы бывают ещё такие. Так, ладно. Мы хлопнули с тобой, получается, медведи. И мы получаем 40 мунчармов и печенье. Дальше. Зайдём в Кинг Битл и сейчас мы получим какое-то яйцо. Так, смотри, по статам у нас 300 Внайт Полин, 300 Ред Полин и 600 Блю Полин вроде как. И смотри, нам дали Джинджер Бред, 3 Блю Экстракта. И самое интересное, это 100 печенек. Дальше. Рассказываю, что надо делать, когда у тебя 100 печенек. Значит, смотри, берёшь, заходишь сюда, листаешь вот примерно вот досюда, убираешь пчелу, которую хочешь сделать, допустим, большим уровнем. Вот я хочу, чтобы байн был закрепляющим. Даёшь ему 100 печенек, он получает 1290 бонд. И что это значит? Что сразу же, если у тебя каким-то чудом, вот есть триллион вишней, идёшь к вот этому месту. Так, показываю один раз. Нажимаешь ровно здесь раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну типа десять, вот всё. Так, пожалуйста, мы это сделали. Теперь берёшь вот этот вот триллион, направляешь на байнта и думаешь, чего? Да. Ты прям так и думаешь, чего? И смотришь этого байнта. Восемнадцатый уровень. Да. И мы, как видим, нашей пчелке стал восемнадцатый уровень. Офигеть. Так, ну почему же у него, у него что, было закормлено медом? Или чем? Видимо, да. Я сам этого не ожидал. Но, видимо, эта пчела была подкормлена. Подкормлено данную пчелу. Теперь у неё бонд вот столько. То есть, семьсот, видимо, тысяч есть. Нам надо ещё примерно. Чуть-чуть. Давай мы с тобой проверим. Если я сейчас куплю, допустим, на тот же триллион печенек. Запоминаем, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мы даже на восемь купим. Вот, смотришь, смотришь внимательно. Восемьсот, получается тысяч печенек. Итак, что у нас будет? Мы даём с тобой их, вот этой вот пчелке байенту. Так, это точно той? Сейчас разберусь. Да, вот она. Итак, плюс 10 миллионов 300, 200 мы получаем. И остаётся буквально, видимо... Давай попробуем, знаешь как? 130 миллиардов потратить и сделать то, что хотел. 10, 10, 10. Вот именно вот так вот. Вот, всё. Так, всё, друзья, готово. Теперь должно получиться кое-что чудесное. Смотрим внимательно. Оп. Пожалуйста. Всё, заскринил, чтобы знать. Итак, потратив чуть меньше триллиона или триллион, мы с тобой сделали это 18-й. Зачем я тебе это показал? Да для того, чтобы ты понял, что папе и амулет с 29 бонд вам 30 даёт свои силы. И, кстати, заметь, какая конверсия у пчёлок с 18-м уровнем и 17-м. 109 тысяч, то есть реально есть смысл. Офигеть. Чё могу сказать? Если тебе понравился такой формат, я не знаю, чё это... Это просто, так сказать, чё-то рассказывать тебе вот таким интересным голосом, наверное. Таким, знаешь, типа детективным расследованием. Типа, да. То, пожалуйста, пиши комментарий. Думаю, уникальная вещь. Ну, теперь ты знаешь про синий рюкзак, ой, про кокосовый рюкзак. Больше, чем знал. И что внутри него? Кто-то смотрел бонус. Находится самая настоящая мякоть. Правда, это часть ведь он раньше, как ты знаешь, был шаром для боулинга. Вот и всё. Благодарю за просмотр. Ставь лайк. Абоба флексинг. Бупс. Ладно, всё. Благодарю ещё разочек тебя за всё, что посмотрел. Ставь лайк. Подписывайся. Иначе мы раскроем тайну кокосовых ботинок, которых у меня даже нету. Ведь они встроены в гамме боты. Это ещё один повод снять видео. Примерно такого плана. Так что пиши и не стесняйся. Увидимся в новом видео. С тобой был детектив 008228. До встречи в новых видео. Даже наш агент Абоба шифруется, чтобы его не спалили. Как видишь, он стоит спиной и махает пчёлом, а не нам в экран, потому что он реально ещё тот агент. Ладно. Всё. Увидимся. До скорого. Всё у нас серьёзно. Это было ни шутка, ни прикол. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok